ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же знаем, что блокируются еще легкие ресурсы. Ну, вот, допустим, одна из социальных сетей для профессионалов – это LinkedIn, который заблокирован, и теперь очень много людей не могут этим пользоваться. Также существует и множество других ресурсов, которые тоже заблокированы по непонятным причинам. Вернее, причины понятны, потому что они, видимо, чем-то мешают людям власти. Вот. Если, ну, мы не будем, в общем-то, как-то на это внимание обращать, то дальше все будет только хуже, будут блокировать, блокировать. И вообще, потому что у нас уже не будет возможности свободно выражать свое мнение в интернете. Я вышел на пикет за свободный интернет, потому что меня не устраивает политика, в том числе и Роскомнадзора, когда по жалобе от любого человека, просто поданных в свободной форме, могут заблокировать любой сайт без объяснения причины. Могут заблокировать любое СМИ независимое, могут заблокировать любой образовательный ресурс. И этого быть не должно. По образованию я журналист, и поэтому мне очень хочется, чтобы у нас были свободные средства массовой информации. Но, к сожалению, как мы знаем, ни телевидение, ни газеты не могут нам предоставить информацию без цензуры. И только интернет может это сделать, но сейчас нас отбирают и это. Я вышла вот с таким плакатом, это называется МЕМ. И сегодня у нас правоохранительные органы занимаются тем, что рассматривают вот такие смешные картинки, и за них сажают людей. С этим нужно перестать мириться. Создать, наконец-то, гражданское общество в стране. Постихонечку, потихонечку начнется. Ну а как вы считаете, вот, например, ну то, что вы говорите, это серьезные вещи, да? А вот вышло всего пять человек, а остальные где, на ваш взгляд? Подтянутся. Подтянутся. До встречи. До встречи. Продолжение следует...